ассалам алейкум джигитермен кездар калайсин дар бул каштанов менэн каштанов реакшн канала макошки льди низдер и сегодня у нас будет реакция на фильм бизнес по казахски в африке так ребята я думаю нам всем стоит немножечко расслабиться до после последних событий которые там у вас произошли и посмотреть вот этот вот фильм не надеюсь отдохнуть как говорится душой да и посмеяться вдоволь первая и вторая части мне зашли это просто бизнес по-казахски бизнес по-казахски в америке в америке на мой взгляд конечно же было поинтереснее лично как для меня вы можете написать в комментариях какое ваше мнение по вашему мнению какой фильм вам заходит больше всего и какой фильм самый удачный вот из этой серии бизнес по-казахски так ну все ребята приступаем к просмотру прежде чем мы приступим коп рахмет за то что подписывайтесь на канал кто еще не подписался внизу кнопка проходите прожимаете и не забывайте включать колокольчик уведомления и да ребята отдельный рахмет всем кто смотрит эту это видео эту реакцию через платформу густи это очень сильная для меня поддержка в том числе и финансовая потому что как вы понимаете повсюду авторские права и вот все что я здесь смотрю это процентов 80 а то и больше абсолютно никак не монетизируется везде стоит так стоят ограничения ну понятно да по понятным и известным причинам и вот это вот платформа бусти она в какой-то степени прям так помогает на эти деньги я покупаю микрофон вот недавно купил правда еще фантомное питание не докупил ну кто в курсе тот понимает про что я говорю также новую камеру купил через которую сейчас вот вы меня смотрите да но это так как бы чтобы было понятно куда и для чего уходят эти деньги с платформы бусте все это уходит на улучшение канала так что если вы решаетесь подписаться или отдельный пост купить то я хочу чтобы вы прямо четко понимали куда эти деньги уходят эти деньги уходят в основном конечно же на улучшение контента как визуального так и аудио ну короче все все вот в этом духе ладно ребята извините за такое долгое вступление приступаем к просмотру что я там уже говорил нет что-то я уже подзабыла про то что надо подписаться там поставить лайк колокольчик ну вы сами все знаете смотрим ребят надеюсь с очередностью ничего не перепутал после америки же по моему африка добыла они корея а а а а а а а а а и а а а а и а страус а и а м Нет, что он себе позволяет, действительно. Успокойся. Оказывается, горб верблюда заполнен жиром, и он может обходиться без еды целый месяц. Серьезно? И ты уже надоел, Бахдавлет. Скажи ему, почему ты молча съедишь? Это Бахдавлет. Действительно уже не смешно. Ты лучше на свои брови посмотри. Такое ощущение, как будто у тебя две толстые черные гусеницы ползут и никак не могут встретиться. Ладно, давайте поднимем этот тост за Жамарта Канатовича и за Исулов. И за то, что они свое свадебное путешествие взяли нас и позволили насладиться прекрасным видом сказочного Дубая. Ура! За Жамарта и Исулов! Ура! Спасибо, что согласились. Что с тобой? Что, ты невеста недовольна? Как свадебное путешествие, едут только вдвоем. Не берут с собой родственников. Они же нам не мешают. Они сами по себе, вы сами по себе. Когда бы я еще смог поблагодарить их за работу? Отпуска еще долго не будет. Не знаю я, но хочется, чтобы все твое внимание было на мне. Не, вы сейчас взяли и ушли. Хорошо. Обещаю. Людин, только ты и я. Ладно. Я не хочу. Эй! Отойдите от меня! Вы мешаете мне! Уйдите от меня! Отойдите! Не трогайте меня! Извин. Я сейчас. Идите отсюда! Отойдите! Бахдаулет! Бахдаулет! Да откуда вы приехали такие? Откуда? Джапан! 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 Да, да, да! Чайна! Чайна! Дубай, Дубай! Как я обещал, сегодня день проведен только вдвоем. Правда? Да. Сейчас поедем смотреть город. Я попросил Бахдаулета и Яркоша арендовать нам машину. Вау! Ламбаржини, небось? Бэнтли. Джаварт! Смотри какую я машину к тебе нашел! Че, нравится? Да. Да, нравится. Но зачем ты кабриолет взял летом? Плюс 50. Вдруг солнечный удар? Че, Марк, я отвечаю. Ничего не будет. Я же тоже не дурак. Я, кстати, придумал еще как разбогатеть. Можно две-три машины такие купить и в Казахстане в аренду сдавать. Пошел из него в Айкидэмс. Че, подержишь? Ладно, Аюску, поехали. Да, поехали. Вы далеко? А мы хотели с вами покататься? В смысле с нами? Мы планировали день в боем провести. Свадебное путешествие, романтика, романтика. Романтика дыгем блеснирма? Че, че? Не. Мешатить пимус? Мы будем тихо сидеть? Мешатить письмдер. Не, не, не прогинайся. Вдруг мы целоваться захотим? Ага. 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 Почти в поставных местах нельзя целоваться. Ага. Все все. Ага. Ага. Погай-не пойму. Почему этот бизнес в Африке? Если они в Дубаях? Ребята, кто эти люди? Ты покушала? Да. Когда? Багана. И тебе взяла. Жанну, Рахмет. И как местный Маттональс? Ничего. Но наш казахстанский вкуснее. Местный, да? Пожаловали. Даже не мечтай. Браерин Бхатрова слышь? Зачем мечтать? Красиво, красиво. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Мы из Казахстана. О, это здорово. А я из Африки. Из Кении. О, Африка. Это же очень далеко, не так ли? Нет, нет. Отсюда до Кении на самолете лететь всего 4 часа. Это ваша жена? О, она очень красивая. Спасибо. Он сказал, что ты очень красивая. Спасибо. Девушки отдыхают. Я, я бизнесмен. Сегодня я решил отдохнуть, позагорать. О, надо было с Айслу поехать. Город посмотреть. Они, наверное, кайфуют. Дыши, дыши, Айслу. Я тебе говорил, что дурацкой идеей кабрилет брать. Айслу, все нормально? Миркош, сходи за водой. Че стоишь? Не, ну а че, крышу бы накинули и все? Айслу, давай, дыши, дыши. И вот что ж, да, упал? Что такие слабенькие все? А, Лед, у тебя кровь пошла. А, ай, а витамины сходи? Да, Джиналсон, дыши, не вот циндерги. Иркош, че, славарик. Дыши, дыши, дыши. Сами согласились их взять? Друзья, да ладно вам. Давайте поднимем друг друга настроение. Но все-таки свадебное путешествие. Мы в Дубае. Ну и в конце концов, ну никто же не пострадал. Конечно, мой малыш правильно говорит. Сколько раз тебе говорил. Не называй меня так при всех. Буду называть. Ты что, меня стесняешься? Только вы не ругайтесь. Понятно, все чуть-чуть сегодня перегрелись. О, мистер Чепчанго! Как дела? Эй, мой друг, привет! Кто это? Это мистер Чепчанго. Мы с ним познакомились на пляже. Чепчанго? Да. Добрый вечер. Вот так они и попадут в Мафрику, да? Надеюсь, я вам не помешал. Нет, нет, что вы. Присаживайтесь, пожалуйста. Спасибо. Это мистер Чунгачанган. Спасибо, спасибо, мой друг. Простите, а каким именно бизнесом вы занимаетесь? А, я экспортирую чай. О, он вывозит чай из Кении. Это, спроси у него, сколько у них килограмм чая стоит? Мистер Чепчанго, казахи очень любят пить чай, поэтому мой друг интересуется, сколько стоит килограмм чая в Кении? А, килограмм чая стоит около двух долларов. А чё так дёшево? У нас в стране чай стоит гораздо дороже. У меня такие цены, потому что я наследный принц короля Найроби. И я хочу, чтобы весь мир попробовал вкус кенийского чая. Чё-то тут не чисто, ребята. Это же можно с Африкой оптом чай закупать и привозить в Казахстане, чуть подороже продавать. Чё-то... Чё, подержишь бизнес? Стопудовый. Какие-то подозрения у меня на... По поводу этого африканца, если честно. Чё, не доверяешь, да мне? Да, конечно, свадебный путь счастья у них. Извини, завтра пораньше встанем и поедем на шоппинг. А вечером устроим романтический ужин. Только вдвоём. Никто не будет мешать. Отвечаешь? Я же извинился. Я же говорю нормально. Лучше к ней не подходить. Нормально, скажи, всё нормально. Как мне сказать? Всё нормально? Ну ты сейчас ненормальненько, всё нормально. Журман, ходишь? Ой, знакомая тема, ребят. Бэр скриптонит, Бэр нантью он. Чё? Я могу организовать доставку чая в течение одного дня. За один день может привезти. То ну. Вы дадите мне деньги, я вам чай завтра вечером привезу. Ну сейчас он их разведёт на бабки, походу. Эй, я же его не знаю. А вдруг он кинет? О! Говорят, кинецы быстро бегают. Нет денег. Вы берёте денег и... Го-го-го-го-го-го! Вы думаете, я убегу? Я же сказал, что я наследный принц Найроби. Как вы могли о таком подумать? Не убегу, говорит. Это просто слова. Скажи, что я с ним вместе полечу. Хи-ю-гоу. Хи-гоу-гоу. Он и я. Нет. Нет, нет, нет. Вы даете мне деньги, а я привезу ваш чай завтра вечером. Хи-ю-гоу. Разводняк. Хорошо. Вылетаем завтра утром, покупаем чай и ночью возвращаемся в Дубай. Утром надо лететь, говорит. Окей. А как быстро? Хе-хе-хе-хе-хе. Буль. Хе-хе-хе-хе. Кстати, ты хорошо говоришь по-английски. Хе-хе-хе. До сих пор не догоняю, но делаю вид, короче, типа, тоже в теме. Хе-хе-хе. Ребята, на этом видео нету звука. Это не по моей вине, по моей причине. Скорее всего, там какая-то песня играет. Это авторские права, чтобы видео не заблокировалось. Зерковщик, завтра со мной в Африку полетишь. Простите, не закрыл. Мне и здесь хорошо. Э, сам подумай, блин, я вообще английский не знаю. Как я один полечу? А ты в Америку слетал, хоть немного, ты знаешь же? Логично. Он узнает и убьет нас. Эй, не узнает, не бойся. Зато, когда поставку чая наладим с Африкина, я тебе в долю возьму. Смотрю, у меня даже бизнес-план есть. Песня не бизнесмена, конечно, да. Легко, я начался, девчонка. А у вас денег хватит? Конечно. Я ж целый год зарплату не тратил. Ярков, это мой шанс. А? Давай. А? Ну? Ладно. Ай, молодец, красавчик. Кстати, а что ты как девочке емщики прикрываешь? Ты что, больной, что ли? Срода. А то, что он в лепестках рос купается нормально, да? Ребят, кто-нибудь был в Дубае? Из тех, кто меня смотрит. Нет, господи, ухода нету. Мистер Чепчанга? О, вы паспорта взяли? Хорошо, поехали. Эй, вы куда собрались? Опа, опа. Мы это, в горы. Ночью приедем. Ага. Рисковый парень, рисковый, конечно. Да, я слушал пинг-тос, архмед. Махвал? Азэмэсбэ? Нормально. Тааталп келингу? Ну что, март. Ай, Паш, представляешь? Яркош с Багдаулетом. Поляна. Вчерашним африканцам горы уехали. Прикинь? В какие горы, да? В Дубае? Да. В Дубае же нет гор. Получается, они меня обманули? Айсул, покажи, что купила. Нормально. Нормальный переход. Жомарт Канатович, позвольте познакомить вас с главным менеджером этого отеля. Представляете, он тоже из Казахстана. Казахстан, они повсюду, да? Интересно, этот персонаж был вымышленный или это реально менеджер? Не удивлюсь, блин, если это реально менеджер реального отеля. Так же, как и во второй серии «Полицейский». Надеюсь, деньги они не отдали никому. Принц, блин. Вот он принц. Блин, сейчас их куда еще в рабство там продадут. Просто королевская карета, да? Раз он принц. Природа шикарная, конечно, ребят. Интересно, они до сих пор верят, что они за чаем плывут. Пойдем, пойдем, пойдем нам сюда. Скорее. О, ничего себе. Реальный чай. Только он, конечно же, никакой не принц, да? Он сборщик чая. Только как этот сборщик может себе позволить отдыхать в Дубае? Что-то непонятно. А, я понял. Это контрабанда. Понятно. А что мы как воры ходим, а? Да-да-да-да. Мне кажется, никакой он не принц. Зря вы ему деньги отдали. Да успокойся ты, Ирка, что ты посмотришь, как это... Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok